Девушки отдыхают 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 таких ребят, которым там, не знаю, от 18 до 25, и они все в теме современного танца, но была удивлена, потому что были люди гораздо старше, были совершенно дети, и все были прикованы к сцене взглядом и не могли оторваться, и это увлекало абсолютно всех сразу. Но тут сейчас образовательный проект и что-то очень сложное из четырёх этапов. Да-да-да. Дело в том, что вот после того, как в прошлом году мы возобновили фестиваль уже вот в этом новом формате, и основная такая аудитория участников именно это молодёжь, подростки и молодёжь, потому что мне кажется, что именно за ними будущее, и очень важно с ними разговаривать начать, и разговаривать именно про современный танец, чем он отличается от основных трендов, от тех же танцев на ТНТ, чтобы мы понимали, о чём мы говорим. И мы делаем именно упор на этот возрастной такой промежуток. И работы, которые показаны, это тоже и работы молодёжи. Но интересно было, чтобы на одной сцене встречались и вот такие люди, которые занимаются современным танцем для себя, для души, и люди, которые уже добились каких-то признаний и высот именно в этом направлении. Это и приезжие, и кураторы фестиваля. И в этом году фестиваль получил финансовую поддержку, грантовую поддержку именно от лаборатории, от части фестиваля образовательной, связанной с лабораторией. И мы развернулись вот так вот. Здорово, что в этот процесс подключились ещё люди, то есть это Центр дополнительного образования, вдохновения, то есть именно с их подачи ансамбля «Медисцента». Вот это наши друзья и партнёры, и вот вместе мы написали такой проект и получили грантовую поддержку. И теперь у нас большая образовательная программа для того, чтобы подростки, молодёжь, ну, на самом деле мы не ставим большого возрастного ограничения здесь, может кто угодно подать заявку и создать свой проект под руководством интереснейших кураторов нашего проекта. И 19 апреля это будет уже финальный этап нашего всего вот этого мероприятия, это лаборатория, когда зрители и сами участники смогут увидеть итоговые работы, созданные именно самими участниками в рамках этого проекта. Это не профессиональные постановщики, а вот именно те ребята, которым интересно творить, интересно создавать, а быть не только исполнителями, смогут реализовать себя. Так, поподробнее про заявки. То есть любой человек может подать заявку? К сожалению, уже не может, потому что этап заявок прошёл, и уже мы отобрали те 60 заявок, которые… Ничего себе, 60! Да, 60 ребят, которые будут принимать участие вот в первых двух этапах, это две первые встречи с кураторами, вот в январе состоится уже вторая встреча, и они получают инструменты, знания, навыки, какие-то практические знания для реализации своего проекта. И будет этап самостоятельной подготовки, и уже в марте состоится непосредственно сессия, где под руководством кураторов будут выбраны 16 лучших проектов и реализованы. А 19 апреля они будут показаны на сцене театра на Спасской. А вот можно уточнить, что представляет собой встреча, работа с кураторами? Это как мастер-класс получается, или это… Да, ну, по большому счёту, да, это мастер-класс, но это много практической и теоретической информации, которую ребята получают именно, как реализовать свою идею, как над ней работать, и как быть интересным и найти свой какой-то стиль, язык. Ну, вот такая история. А кто является кураторами проекта? Кураторы проекта — это, на мой взгляд, очень интересные, ну, не только на мой взгляд, признанные люди в области современного танца. Это Александр Андреяшкин, это город Москва. То есть, на самом деле, в группе лаборатории «Сдвиг» очень много есть информации именно про этих людей. То есть, сейчас рассказывать про все регалии, про все награды и заслуги, наверное, нет смысла. Если кто-то заинтересуется, то, конечно, он может это прочитать. Александр Любашин, с ним мы вместе работали над спектаклем «Неуместная красота», который два сезона шёл в театре над Паской. Александр Рудик — это человек тоже уникальный, универсальный, который очень много работает с инклюзивным театром, также с подростками, в различных проектах в Москве, и не только в Москве, в очень интересных проектах участвует, и как постановщик, и как исполнитель. И Арина Соловьёва — это наш местный... — Поэт-танцор. — Да, поэт-танцор-драматург, да. Человек, который в разных областях себя проявляет очень необычно, очень интересно. — Ничего себе! И сегодня, получается, мы разыгрываем два билета на представление, которое будет в апреле 19-го числа? — Нет, 19-го января. — 19-го января. — Как бы так вот, чтобы было чуть-чуть понятнее, потому что информации, правда, очень много, я думаю, да, слушатели не совсем понимают до конца. Есть вот лабораторная программа, она для определённых людей, и есть программа для зрителей, для тех людей, которые могут прийти в театр и посмотреть просто на работы, которые вот... То есть, и каждую вот эту сессию мы готовим такие работы. Это не работы, созданные в рамках лаборатории, это работы, которые уже существуют в коллективах различных. То есть, мы приглашаем гостей из других городов. И, конечно же, всё равно упор, как мне хотелось делать, на кировских ребят, на кировские коллективы, чтобы развивать современный танец именно здесь. — Конечно. И мы разыгрываем на 19 января, то есть вот на работу с кураторами, на этот мастер-класс... — Нет, только на показ. Фестивальный показ, который будет 19 января в 18 часов на сцене театра «Наспаска». Это танцевальные миниатюры, спектакли... — Возрастное ограничение. — Возрастное ограничение 12+. Но это рекомендация, на самом деле. — Как у всего фестиваля. Не нужно забывать, что если вы идёте с родителями, то это... Родители вам разрешают нарушить возрастное ограничение. — Да-да-да. — У нас хорошие родители. — И все вот эти мастер-классы и вот этот показ, это будет происходить в театре «Наспаска», насколько я понимаю. — Мастер-классы, они на разных площадках у нас происходят. Мы используем две площадки. Но это именно для тех 60 счастливчиков, которые прошли отбор и попали в лабораторию. — 60 — это уже немало. — 60 — это людей или это заявки коллективов тоже? — Нет, людей. 60 конкретных людей. — А сколько было заявлено, если это только отобрано 60? — Ну, около 150 заявок было. — Ничего себе. То есть современный танец — это не пустой звук для нашего города, судя по всему. — Я думаю, да. Конечно же, не все понимают. Я думаю, что не все пойдут до конца и будут реализовывать свои работы. Но бесплатно поучаствовать в таких интересных мероприятиях с кураторами — это прям великое счастье, я думаю, для каждого, кто попал в этот проект. — Так, мы сейчас идём на небольшой перерыв и сразу продолжим. И мы продолжаем дневной разворот. У нас в гостях Ирина Брежнева, балетмейстер-постановщик театра «Наспаска» и арт-директор фестиваля «Сдвиг» и Владимир Грибанов, директор театра «Наспаска». Мы говорим сегодня о фестивале «Сдвиг» и лаборатории, об образовательном проекте «Сдвиг». Что-то очень интересное происходит в нашем городе, пока вы сидите дома. Кто-то учится современному танцу, и потом это вы всё сможете увидеть на сцене театра «Наспаска». А также мы сегодня разговариваем о том, что в театре «Наспаска» прошла премьера «Затворника» и «Шестипалова». Спектакль, который был раскуплен, и все билеты. Хочу немножечко вернуться назад к тому, что Ира говорила. Вы говорили, что неужели в городе Кирве такое количество людей интересуется всей этой историей, современными танцами. Нужно отдать должное, скажем так, и Брежневой, потому что, собственно, этот фестиваль вырос из многолетнего сотрудничества театра «Наспаска» и проекта «Миграция», который Ира создала. И это многолетний такой труд, просветительский, и не только на словах, а практический, благодаря которому в городе Кирве Ирине удалось создать некое такое сообщество огромное, которое интересуется современным танцем. Так что неудивительно, что такое количество желающих было, и что был жёсткий отбор, и что в дальнейшем им предстоит такая серьёзная работа. Единственное, ещё добавлю, что 19 апреля, то, что будет заключительный этап, я добавлю только ещё два слова, этого сезона. Это правильное слово. Да, заключительный этап этого сезона, этого проекта. А мне ещё буквально три слова, просто очень важный момент, почему всё это стало возможным, потому что в какой-то момент вот эту мою инициативу, горящие глаза и размахивающие руками, все эти фразы, которые я кидала про мои идеи и желания, было подхвачено, подхвачено нашим театром. И потому что у фестиваля была база, было место, и это очень важная на самом деле штука, он смог развиваться. И всё это случилось только благодаря этому. И классно, что сейчас это продолжается, продолжается именно есть дом. И вот те люди, которые приезжают, те люди, которые уже выигрывали золотые маски, которые номинировались не раз на золотые маски, они знают о городе Кирове и знают о театре на Спасском. И работая в этом театре... Именно благодаря этому проекту. Кстати, да. Мне очень прям радостно, что это продолжается. Да, немножко меняется формат, но ведь и жизнь меняется, поэтому я думаю, что всё отлично. Но, насколько я понимаю, формат меняется в сторону расширения, то есть всё больше людей вовлечено в процесс. Да, мы уходим, может быть, от показа именно только профессиональных работ, потому что раньше всё-таки это были именно какие-то уже признанные имена. Сейчас мы идём в такой, в эксперимент ещё в большей степени, чем нежели это, мне кажется, было раньше. Но, как правило, всё-таки в рамках вот этих показов кто-то из, как Ирина говорит, профессионалов тоже принимает участие в показах, не только в лабораториях. Поэтому у нас есть возможность увидеть не только, как они кого-то чему-то обучают, но и то, чего они умеют сами. Да-да-да, это важный момент. Да, но признанные люди — это хорошо, но пора растить собственных признанных людей. Вот это всё и хочется, да. Мы, собственно, этим и занимаемся. А если возвращаться к теме всё-таки непосредственно театра «Наспаска» и спектакли, что же там было и как это прошло? Ну, я думаю, что любители театра уже прекрасно знают, что в декабре 14-го числа в театре «Наспаска» состоялась последняя премьера этого года уходящего «Затворник Шестепалы» по Пелевину, режиссёр-постановщик спектакля Егор Чернышёв, который с сентября месяца принят в коллектив театра в качестве главного режиссёра. Ну, вот первая его постановка был выбран, я считаю, крайне сложный материал. Тем более сложный, что... Ну, все мы прекрасно знаем, что такое Пелевина, что это за писатель. Значит, там очень много, так сказать, философии всякого рода. То есть его особый взгляд на этот мир, на эту жизнь. Вот, естественно, нас очень волновало, как это поймёт кировский зритель, как это воспримут молодые люди, которым адресован, собственно говоря, этот спектакль. Он, значит, там у него ограничения возрастные 16+. Вот, хотя, как уже было сказано, те, кто придут с родителями, могут самостоятельно посмотреть этот спектакль, значит, и более младшего возраста. На самом деле, вот если, вот как вот мне смотреть, оценивать всю эту работу, то там уже совершенно спокойно, с 14 лет можно смотреть, в принципе, этот спектакль. И понимание вопросов, которые поднимаются в этом спектакле, должно будет возникнуть абсолютно. Выбрана очень, мне кажется, такая интересная, адекватная, эквивалентная, там, мир восприятия Пелевина, какая-то художественная форма этого спектакля. В данном случае мы сотрудничали опять с замечательным художником Николаем Слободянником, вот, и композитором Ушаковым. И вновь в этой постановочной группе возник ещё видеохудожник, появился в этом спектакле, ну, естественно, Ира Брежнева, как бы лекмейстер-постановщик. Ну, то есть, очень большая постановочная группа, и всё это слилось в какую-то очень гармоничную такую историю. Вот, мы очень рады, что два премьерных спектакля, которые прошли 14 и 15 числа, были при полных аншлагах. Ну, как водится, естественно, люди все разные, представления о мире тоже разные, и уровень, там, понимания каких-то вопросов разный, поэтому, что тоже понятно, и, собственно, мы понимали, что так оно и будет, собственно говоря, и мнения об этом спектакле тоже разные, от каких-то восторженных там отзывов об этом спектакле, да, очень сдержанных, так сказать. Но я ни разу не слышал, правда, ни одного отрицательного какого-то отзыва, какого-то неприятия негативного, там, значит, каких-то комментариев и так далее, потому что уже и в группе театра, и так далее, в общем, появилась масса всяких замечательных слов в адрес этого спектакля. Ну, вот у меня простой пример. У меня друзья, значит, приходили, смотрели примерный спектакль. Один, ну, он занимается бизнесом, но, вообще-то, он филолог по образованию, там, интересуется разного рода философиями, пишет кандидатскую, несмотря на то, что занимается совершенно другими вопросами. Вот он просто вслушивался, вот в те тексты, которые произносились на сцене, авторские, значит, принадлежащие Пелевину. Он вслушивался с удовольствием в те, в японскую поэзию, которая там звучит, тоже в этом спектакле. Вот. А другой человек, его супруга, у неё более сдержанное представление обо всём об этом. Ей, значит, не столь интересно было вот навострить ушки и вот всё это, детально каждое слово там услышать, сложить в какую-то мысль и вынести в конечном итоге что-то такое из театра, какое-то новое понимание. Но это нормальная история, абсолютно, потому что, ну, как... Было бы очень странно, если бы были одни восторженные отзывы, и это даже пугает, я думаю, всех, кто делает спектакль. Ну, конечно. Одни восторженные отзывы могут быть только, ну, на какой-то замечательной, сделанной комедии, там, мюзикл какой-то, который красивый, яркий, прекрасный, когда все придут, будут улыбаться, смеяться, хлопать в ладоши, топать ногами. Я уверена, что наши слушатели отлично знают сложность всего спектакля, материала, потому что у нас в студии была Галина Юзефович с Юлией Юнышайта, и мы как раз долго очень обсуждали Пелевина как литературный феномен, и как его не берут театры именно из-за его сложности и контекстуальности, и то, что все... Привязки ко времени тоже, да. Да, и все смыслы, они между строк, и очень, очень любопытно, когда удастся посмотреть еще спектакль в будущем году, но в будущем году, если мне не изменять память, в январе будет два спектакля, там, по-моему, и 17 января, и в конце месяца еще будет затворник Шестипалый, так что, кто не попал на премьеру, милости просим, смотрите на сайте театра репертуар, значит, ну, можно легко купить прямо на сайте билеты при желании, не надо бегать никуда, так что, милости просим, приглашаем. Ну, я добавлю только что, вот очень хорошие слова сказали, он очень созвучен нашему времени, этот автор, то есть там нет никаких-то натяжек, никаких абсолютно, то есть совершенно все ясно, понятно и прозрачно, и, ну, то есть, про сегодня, про здесь и сейчас. Ну, да, чем дальше во времени, тем больше театр юного зрителя становится театром современного зрителя, смотря по вашей программе, то есть все больше и больше это что-то очень временами театром современного танца. Современного зрителя и современного танца. Ну, на самом деле, уж понимаете, репертуар театра очень как бы должен быть сбалансирован, значит, естественно, мы должны работать и с самым маленьким зрителем, и средним возрастом, и взрослыми людьми, которые ждут от нас все время тоже что-то нового, интересного, потому что очень часто нам приходится, удается, вернее, открывать им глаза на какую-то драматургию, на новый взгляд, на порой уже привычные и понятные для них вещи. Таким был Каренин, таким была дуэль по Чехову, сейчас вот Пелевин возник таким образом. Помимо этого, естественно, у нас, и вот, если мы плавно перейдем к тому репертуару, который у нас сейчас, вот, мы все же прекрасно понимаем, что уже приближается Новый год. Все ждут дуэчного праздника. Да, новогодних чудес, особенно дети, и поэтому вот в эти предпраздничные дни, и в дни новогодних каникул, конечно же, мы будем детям показывать замечательные спектакли нашего театра, и сказки, и не сказки. У нас там будет Иван Богатырский сын, у нас будет Морозко, у нас будет Снежная королева, будет Снегурочка, давно и горячо всеми очень любимая, ну, ременские музыканты, и, естественно, мы и про взрослого зрителя тоже не будем забывать. Соня, давай пока пройдемся по возрастным ограничениям у детских спектаклей. Это поклоны Роскомнадзору сейчас, спектакль Морозко 0, плюс Иван Богатырский сын 6, плюс пременские музыканты 6, плюс Снежная королева 6, плюс, ну, если вам 5 лет, вы всегда можете прийти с родителями. Да, 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 но у нас еще, ну, если кто-то не знает, хотя у нас в театре вывешена особая информация по этому поводу, значит, у нас посещение детьми до 3-х лет вообще в театр бесплатное. Поэтому родители с детьми можете до 3-х лет, если желание привезти ребенка на спектакли для самых маленьких, милости просим. А елки наверняка же будут какие-то специальные новогодние мероприятия, чтобы Дед Мороз выходил? Да, конечно, ну как же, они же, деточки, они же очень любят встречаться со сказочными персоназами, с Дедушкой Морозом, со Снегурочкой, поэтому в этом году, как по традиции, мы тоже подготовили новогодние интермедии, которые там за 20 минут до начала спектакля у нас будут проходить и уже, собственно говоря, проходят, потому что в этом году как никогда рано мы начали свою новогоднюю эту кампанию и с 17-го числа уже у нас начались новогодние интермедии перед спектаклями. И так перед всеми детскими спектаклями будут замечательные персонажи, люди увидят там замечательного там ежика, медвежонка, мышь, у нас же год мыши впереди, Дед Мороза, Снегурочка, будут вокруг елки играть, петь песни. Ежик, мышь, медвежонок. Да. А это до какого числа в январе? Это будет до конца каникул, включая 8 января. Вот, отлично. То есть до 8 января. Идите радовать детей. Можно походить в хороводе. Наш вам совет. Да. И сейчас мы будем выходить уже на небольшой перерыв, но до этого скажу, чтобы слушатели взяли телефоны и так поднапряглись, потому что после перерыва мы будем разыгрывать эти две проходки на фестивале СДВИК. Показ один из, который пройдет 19 января. Вот. Телефон для слушателей, как всегда, 211-101. Все прекрасно знают этот номер. А вот теперь мы уходим на перерыв. Мы возвращаемся, мы продолжаем дневной разворот и говорим с Ириной Брежневой и Владимиром Грибановым о фестивале современного танца и перформанса СДВИК и премьерах театра на Спасской. И, собственно, вот только-только Соня тут рассказала большую тайну, что мы сегодня разыгрываем билеты на показ 19 января фестиваля СДВИК. И тут произошло новогоднее чудо. Оказалось, что не только эти билеты мы разыгрываем, а еще и проходку на два лица на любой детский спектакль, я так понимаю, в новогодние праздники. И у нас Владимир Иванович выступил в качестве Деда Мороза в этом случае. Это не привыкать. Так что телефон нашей студии 211-101, но, пожалуйста, лучше слушать вопросы, а не просто звонить. И кто будет задавать первый вопрос? Ирина, вы? Ну, хорошо, давайте задам я. Конечно же, мой вопрос будет связан с фестивалем СДВИК. И вопрос будет следующим. Каждый фестиваль активно освещается в соцсетях фотографами, которые приходят на фестиваль, у которых есть интерес. Есть один человек, один фотограф, который с нами с самого начала, буквально с первой премьеры, даже еще проекта миграция, до фестиваля СДВИК. И я бы хотела, чтобы внимательные зрители, которые любят фестиваль, которые любят театр на Спасской, я думаю, они догадались, что это за человек, назвали фамилию этого фотографа. Но скажу еще одну маленькую подсказочку. Также, помимо того, что этот человек отлично фотографирует, основная его деятельность связана как раз с театром на Спасской. Он является актером театра на Спасской. Я уже раскрыла все козыри, поэтому я думаю, что сейчас ответить на этот вопрос будет несложно. Итак, мы подождем. Мы подождем. А мы подождем. Телефон 211-101. Не знаю, можете писать нам еще в Телеграм, потому что я хочу рассказать. Мы завели Телеграм-канал, наконец-то. Мы пытаемся идти в ногу со временем, и вы можете узнавать, кто у нас в студии в режиме реального времени и задавать вопросы, писать прямо в эфир. И мы будем очень рады, всегда зачитать ваши комментарии. Вопрос, Ирина, вы задали очень сложный. Я думаю... Как выяснилось, очень сложный. Да, если звонок не звенит первые три секунды, значит, вопрос нужно подумать. Просто сегодня не пятница, никто не был готов, что в 12.30 начнутся новогодние подарки. Да, но чудеса случаются, как мы знаем, поэтому... Подсказку. Не, подсказка есть, на самом деле, если вы просто зайдете в телефон, нажмете группу, сдвиг начало, и там сразу же будут прекрасные фотографии этого человека. Ничего, кто-нибудь... Да, я думаю, что ничего страшного, если никто вдруг не... У нас есть время еще. А скажите, пожалуйста, Ирина, вот из этих 60 человек, которые приняты, прошли этот отбор и сейчас готовят свои собственные проекты, это люди какого возраста? Мы брали возрастное ограничение 14+. Но 14-летних детей очень мало, в основном это все-таки более старше. Но упор делаем на подростков и молодежь. А верхний порог? Верхнего порога мы не оставили. А как получилось? А как получилось? Да. В районе 26, я думаю, так, 26, ближе даже к 30. О, и у нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Виктор. Итак, Виктор, вы наверняка знаете, кто тут самый замечательный фотограф фестиваля СДВ, который с самого начала с фестиваля миграции. Самый преданный, я бы сказала, потому что у нас очень много хороших фотографов, которые приходят. Если я не ошибаюсь, это Михаил Адрианов. Вы не ошибаетесь, Виктор. Да, это Михаил Адрианов. Потому что где-то на выставках фотографию увидел. Да, да, да. Он очень любит фотографировать танец и он как-то его очень тонко чувствует. Это прям подарок. Для всех, для всего танцующего сообщества нашего города. Вот так поздравляю, Виктор, вашу внимательность на фотографических выставках. Ура! принесла вам проходку на показ 19 января. Оставайтесь на линии, вам скажут, как получить ее. Вот так, замечательно, даже сложные вопросы. У нас находятся люди, которые знают на них ответы. Внимательные люди. Ну да, просто ответить на этот вопрос непросто. Все равно нужно совершить какие-то действия, даже если ты хочешь получить билет, но не знаешь, кто этот человек. Ну да. Да, ну Михаила известный в городе человек как актер, ну и видимо, как человек. И как человек. То есть мы переходим ко второму вопросу. Ко второму вопросу. Новогоднему. Ну да. Второй вопрос. Новогодние. Значит, мы уже говорили о том, что перед каждым детским спектаклем у нас будет новогодние интермедиа с замечательными персонажами. Так вот, вопрос. Какое количество новогодних интермедий в Театре Наспасской будет сыграно в предновогодние и новогодние праздничные дни? Я понимаю. Вопрос директора, Владимир Владимирович, связанный с цифрами. Все точно должно быть. Да. Ну, конечно, я же должен считать, поэтому я все знаю. Ну, вопрос методом научного тыка может быть, конечно. Но я вам в связи с этим сделаю три подсказки. Это 20, 26 или 32. Интересные четные числа появились в нашем дискурсе. Да, да, так сразу хватит. Итак, наши слушатели сейчас могут зайти на кофише, в общем, театра Наспасской и посмотреть, сколько детских спектаклей идет с 14 декабря, да? С 17 декабря. А, с 17 декабря до 8 января. И у каждого из этих спектаклей есть перед ним интермедиа, такое представление с Дедом Морозом. Сложный путь. И веселыми. Да, можно просто угадать. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Александр. Здравствуйте, Александр. Итак, какое количество? Включаем метод тыка. Цифра 36. Ну, действительно, метод тыка, потому что цифру 36 я не называл. Я называл цифру 20, 26 и 32. А, извиняюсь, тогда это первый вариант 26. Нет, к сожалению. Ну, второй вариант знаю. Ну, подождите, Александр, к сожалению, вы назвали 36, мы тоже приняли как ответ. А, понял. Ладно, все хорошо. Ну, ничего страшного. Новогоднее чудо ждет кого-то другого из наших слушателей. Александр дождется, возможно, завтрашнего дня, когда у нас будет настоящий культ поход, а не новогоднее чудо. Поэтому звоните еще раз. Настоящий культ поход, а не новогоднее чудо. Цитата Соня Демина, радиоведущая «Ха Москвы в Кирове». Да, ничего страшного. Зато сейчас мы знаем, что это не 26, и у нас остается только два четных числа. А поскольку мы всегда даем две попытки, так что следующий человек наверняка станет обладателем чуда. Итак, у нас есть звонок. Добрый день. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Здравствуйте, Михаил. Итак, какое количество интермедий будет в Театре нас с Паской за все время новогоднее? Ну, я тоже методом цикла угадаю. Я думаю, 32. Совершенно верно. Вы попали. Поздравляю вас. Вы попали на спектакль. Очень приятно, что звонят мужчины. Видимо, все они пойдут со своими детьми в Новый год, на праздник. Это здорово. Да, это чудесно. Итак, Михаил, насколько я понимаю, это проходка на любой детский спектакль до 8 января. Не кладите, пожалуйста, трубочку, сейчас вам расскажут, как получить эту проходку. Вот такое новогоднее чудо приносит снегопад. Такое чудесное завершение дня. Разворота сегодня прям душевное, приятное очень. Да, но у нас, на самом деле, есть еще времечко, чтобы повторить сложную систему театра, сдвиг фестиваля, сдвиг лаборатории, потому что я все-таки вот чего не поняла. 19 января тут обозначено как второй блок, то есть работа с кураторами, после этой работы с кураторами ребята, вот это молодежь, которая у вас образовывается, покажет свои проекты, да, которые... Нет, 19 января это будет просто показ работ, которые уже существуют в коллективах. Мы привозим в этот раз коллектив впервые к нам приедет из Челябинска, очень интересная, это малая форма дуэт и соло, скорее всего. девушка, которая выиграла массу таких на очень хороших фестивалях призов, именно за какой-то свой очень такой точный индивидуальный подход. Это ее прям творчество. Вот. И приезжает впервые к нам из Нижнего Новгорода, тоже солистка. Тоже очень интересная работа. Я надеюсь, что получится привезти Анну Шульдякову, которую уже запомнили. Это участница из театра Ксении Михеевой из Санкт-Петербурга, обладатель «Золотой маски». То есть программа будет достаточно разнообразной и интересной. Поэтому вот ждем 19 января всех, кто любит современный танец. Ну и понятно, что работы наших коллективов вы тоже увидите на этом фестивале. Так, тогда какие даты показов присутствуют? Итоговых работ? Вообще все даты показов. То есть 19 января у меня просто не обращение. На которые можно прийти. 15 января это вот показ работ. Дальше в марте. 15, если я не ошибаюсь, воскресенье марта. И это тоже будет такая фестивальная программа, не связанная с итогами лаборатории. И последнее это 19 апреля, где уже вот в этот день мы увидим итоги непосредственно лаборатории. То есть наших местных ребят, которые создали свои проекты. от этого многомесячного труда такого, когда свои идеи ребята воплотят на сцене под руководством вот этих четырех кураторов, которых мы называли в начале программы. То есть всего в фестивале вот три показа вот эти 19 января, 15 марта, 19 апреля. Ну 1 декабря уже состоялся показ, он первый. Всего четыре. Ну а с театром «Носпасская история» стоит проще. Все, кто хотят попасть на спектакль, нужно зайти на сайт, открыть афишу и посмотреть, что, когда, где и выбрать. Ну я должна сказать, что с фестивалем «Сдвиг» тоже можно так поступить, потому что есть группа ВКонтакте, насколько я понимаю. Да, да. «Сдвиг» сначала. Ну и, собственно говоря, и на сайте театра тоже. И на сайте театра очень много информации. Январьский репертуар уже выложен, и «Сдвиг» там уже присутствует. И билеты уже есть в продаже. Да, да. Так что все замечательно. Но в группе, насколько я понимаю, там есть подробное описание именно тех людей, которые приедут выступать, и из каких они городов, и, в общем, чем замечательны их показы. И я думаю, то, что вот на этой ноте замечательно мы можем заканчивать наш сегодняшний дневной разворот. И чудесно мы перешли от движения грузового транспорта к движению современного танского тела. А, да. Но другое не исключает, а дополняет, вдохновляет. А как с поздравлениями с наступающим Новым годом. Наших радиослушателей, зрителей. Да, да, да. Можете сейчас пожелать что-нибудь всему городу? У нас есть полминчики. Ну да, конечно, если есть, несколько секунд. Не буду растекаться мыслью подреву, но хочется от всей души поздравить всех кировчан, всех, кто, особенно всех тех, кто любит наш театр, кто ходит в него, и их детей, которых они водят. С наступающим Новым годом! Пожелать всем счастья, здоровья, благополучия, в том числе и финансовое. Это нам всем очень необходимо. Будьте здоровы и счастливы. Да, будем надеяться, следующий год принесет нам еще больше театральных новинок, открытий и поразительных событий на всех площадках города, и в том числе, разумеется, театр на Спасской. Спасибо большое. Мы завершаем длинной разворот. В студию были Аня Плюснина и Соня Демина. У нас в гостях Ирина Брежнева и Владимир Крепанов. До скорых встреч. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова